Итак, я приветствую всех, кто к нам подключился. Сегодня подключился к нам. Сегодня очень такой необычный семинар, который бывает редко, потому что сегодня сдают экзамены все по трем направлениям. Это БФМ, биодинамическая фасциальная модуляция, это ПСК, психологическое сопровождение клиента и биодинамика по методу лоскута. И поют три направления, очень сложные. Скажу так, сложные вопросы, прекрасно, да? Тут еще мы прекрасно, да? Молодцы. В общем, вопросы отвечаете, все вроде бы у вас хорошо. Но только единственное, что в этот раз я усложнила, вам повезло. А у нас все усложнения и усложнения. Экзаменов вот так вот. Я хочу, чтобы вы были, подчеркиваю, не ремесленниками, а профессионалами. Профессионалы всегда отличаются от ремесленников. Более глубинными и глубокими знаниями. И более, я считаю, так, должны быть широкие знания в том направлении, которым вы занимаетесь. И в этот раз, кроме экзамена письменного, у нас был еще экзамен устный. Вот, и мы еще продолжим. Укту вот, у всех мы не смогли, естественно, потому что это действительно много занимает времени. Мы не спешим. В принципе, сегодня у нас экзамен такой, что вы сейчас будете показывать вашу работу. Как вы будете проводить сеанс. И вы это все будете делать. Все это будет проходить. Ваша сдача экзамена будет проходить. Под неусыпным контролем прибора. Кардиоритмограф. Который уже точно, это не просто я, на взгляд, посмотрела и сделали, сделали, не сделали. А сегодня будет уже экзамен такого, ну, скажем так, ответственного. Потому что прибор покажет. Или вы что-то сделали, или вы ничего не сделали. Ну, я точно знаю, что у вас у всех будет происходить процессы. И вы все будете делать хорошие, очень хорошие процессы. Точно тут я совершенно не волнуюсь. Я знаю, кого учу, и как учу, и знаю, как Максим Викторович учет, и что он делает. Вот, но сегодня прям буквально в ночь. Приходит, почти в 12, да. Вот, и Лола скидывает нам в чат на обсуждение. Говорит, вот, прислали такую интересную статью. Я открываю и думаю, вау, наконец-то мировое сообщество понимает значение того, чему я вас учу. Понимает значение, и немалое значение тех процессов, которые происходят. И они тут вот очень интересный момент. То есть, сейчас я буду читать, вот, да, и кое-что тут комментировать. Потому что это очень интересный и, в первую очередь, для вас важное знание и значимость того, что вы делаете, чему вы учитесь. Потому что тут вот претендентов очень много. Команда такая большая. Там еще подают заявки. Мы тоже будем подавать заявку на участие в этом конкурсе. Моя задача, честно скажу, даже не только это выиграть, потому что, скорее всего, выигрывать все-таки тут больше рассчитано на то, что кто лекарственно, чего тут придумает, да, вот. Бога ради. Но, а мы можем это сделать не лекарственно. И сейчас вы просто поймете, что вы сейчас идете единственные в мире специалисты, которые в этом плане, в этом направлении делаете такие результаты, которые больше никому и не снились в этот раз. Вот. А они только еще таких ищут. Итак, это сайт. Здесь написано приз за гомеостатическую работоспособность. Гомеостат, все знаете, что это такое? Если не знаете, ну это, в принципе, все, что происходит в нашем теле, называют для жизни, жизненно важные процессы. Баланс жидких средств организма. А? Баланс жидких средств организма. Но это, как бы, опять-таки ограничивает. Я никогда не говорю, что жидких средств нет. А у нас что, есть не жидкие? Есть не жидкие среды, более плотные, да. Ну, короче, это получается баланс вообще хорошей гармоничной работы всего организма. Вот он гомеостат. Если по-нормальному, без медицинских каких-то сложных объяснений. Так вот, они в первую очередь сейчас ищут те, может быть, какие-то новые, кто-то открыл чего-то такое в этом направлении. Вот. И какие-то практики, какие-то лекарства, которые улучшают гомеостатическую работоспособность человеческого организма, живого организма. Но в любом случае, за этим, я сразу скажу, идет ведь новее просто всегда вслед. Кроме всего прочего, здесь, значит, есть такая премия долголетия. Вот сверху. Почему это, что это за премия долголетия? Сейчас вот этот вот, ну, не могу сказать, что это не конкурс. Это просто участие ищут, да, ищут направление, даже скажу так, в этом направлении ищут специалистов, которые это могут сделать какими-то своими там способами. Вот. И очень даже странно, все у нас, это, хотят, чтобы все вроде бы как умерли побыстрее, да, пенсию не платить и все прочее. Вот. А здесь, вообще-то, как раз просят о том, что, может быть, кто-то знает, как подольше пожить. Вот. А мы знаем, как подольше пожить? Да. Вот мы точно знаем, как подольше пожить. И поздоровели. Вот. Ну, и вот это прямой перевод с английского. И я хочу сейчас как раз с вами поговорить на эту тему. Итак, премия за гомеостатическую способность Палу Альту в размере 500 тысяч долларов будет присуждена первой команде, чтобы продемонстрировать, ну, это прямой перевод Google, но, которая сможет продемонстрировать, что она сможет восстановить гомеостатическую способность, а теперь слушайте внимательно, вот то, что у нас, когда вы сегодня будете как раз сделать, и у вас будет прибор это исследовать, используя вариабельность сердечного ритма в качестве, сурроганной, в качестве измерительной мерки. То есть, получается, что сообщество медицинское понимает, что вот это вот одно из самых лучших исследований, которые подтверждают, именно, да, меняющиеся ритмы вариабельности сердечного ритма, говорит о том, что... Восстановление вариабельности сердечного ритма говорит о том, что организм начинает работать правильно, более свободно. Если было сначала вот один вариабель, ну, одна вариабельность, она была какая-то ограниченная, и объясняю, если она была такая, да? Вот человек пришел, ему 30 лет, вот у него есть определенная работа в определенных ритмах, определенное ограничение вариабельности сердечной деятельности. В принципе, специалист может сказать, что там не совсем работает сердечно-сосудистая, там, да, возможно, прединфарктная, возможно, там, прединсультная, возможно, что-то, вот. Ну, а поработали мы, и через буквально час прибор показывает, что вариабельность ритма уменьшилась, улучшилась, увеличилась. Иногда у нас бывает вообще в несколько раз. А напряжение падает, бывает такое, что в десятки раз. Было 400, стало 40. И это все делается просто ручками. Человек лежит на столе, вот. И комфортненько, и прекрасненько. Они это ищут, а мы это делаем. И дальше, значит, вот тут вот уже призовые команды. Это те, кто, которые, здесь вот фотографии людей, которые заявили свою заявку на участие в этом розыгрыше призов. В основном, я тут посмотрела всех, это в основном разработки определенных лекарственных препаратов. Вот, но могу сказать, что вы, может быть, еще до конца не понимаете, но я точно понимаю, что напряжение из пластика не снимает, не снимет ни одно лекарство, потому что это не просто физические процессы, а это сразу же психосома, да, и в любом случае еще какие-то составляющие здесь у нас есть. И в первую очередь память тела, которая оставляет при себе, и никакими лекарствами память тела не почистить. Вот, поэтому мы как раз делаем самую глобальную работу, которую вообще можно сделать в этом направлении. И таким образом, когда освобождается память телу от всех блокирующих каких-то информационных программ, историй, систем, только таким образом, когда тело освобождается, действительно оно освобождается, оно начинает работать по-другому. Свободно, без напряжения, любое заболевание от напряжения, с пастика. Спазмолитик снимает с пастику, но он не снимает программу. Поэтому, получается, спазмолитик вроде бы облегчает состояние, а тело все равно не выздоравливает, потому что в нем напряжение есть, просто его человек уже не чувствует. От того, что мы не чувствуем, процесс там не улучшается, процесс остается тот же. И, к сожалению, поэтому очень часто люди задают вопрос, почему лекарство не помогает? Они помогают. Как не помогают? Они помогают. Вы перестаете чувствовать ту боль, которая вас мучает. Но они на это и рассчитаны. А вот дальше процесс, как сделать так, чтобы вот это нарушение действительно исчезло из вашего тела, это уже в любом случае другие какие-то техники и методы. Поэтому очень, ну, опятки тоже часто говорят, что против лекарства. Да никогда не было против лекарства. И никогда против медицины. Есть медицина и есть реабилитация. Вот медицина и слава Богу, и дай Бог, чтобы она там развивалась и было все прекрасно. И от меня низкий поклон всем врачам, которые когда-то мне спасли жизнь, а мне спасали жизнь не раз. И тут получается, что я... У меня уже 4 клинических было. Поэтому я знаю, что это такое. Спасибо врачам. Но дальше идет реабилитация. И вот реабилитационные меры, конечно, они уже тут составляют важную роль. Вот чем вы как раз и занимаетесь, и вы можете. И так дальше. Все-таки вот что они имеют в виду? Что такое гомеостатическая емкость? Если там будут податься слова, которые не точно переведены, я как раз немножечко объясню. Гомеостатическая способность – это способность систем к самостабилизации в ответ на воздействие стрессоров. То есть что это такое? Если произошел какой-то стресс, если произошло даже... А вы уже знаете, что можно на радости получить тоже сильнейшее напряжение. Но это тоже является стрессовой системой. Вот. Если такое произошло, тело должно себя восстанавливать само. Но почему-то оно себя не восстанавливается. И у вас есть биодинамика, которую вы уже изучили и многие практикуете. Вы знаете. Да, вы знаете метод, который помогает телу снять стрессовое напряжение, приобретенное в процессе жизни. Без обращения к какому-то другому специалисту. Но не все стрессовые истории можно снять самому. И иногда приходится обращаться к кому-то, к какому-то специалисту. При том, что я сама лично все это вот как раз со всеми этими выходами из клинических, постклинических вот таких историй получила, что создавался метод на собственном теле, на своем, на детей, на детях и на своих близких. А у меня в первую очередь мои дети и внуки. Вот, постепенно это радио появилась вот эта вот система, которой я вас обучаю. Дальше. Простой способ, что тут самое главное? Вот они пишут. Простой способ визуализировать гемиостатическую способность, это представить себе определенную игрушку, да, которая сама по себе все у себя делает. Мы такую игрушку не знаем, пропускаем. У нас пока до России это не дошло. Для организмов это фундаментальный признак жизни, сам по себе состоящий из иерархии и сети признаков, наделенных природой и сформированных отбором. Жизнь это имеет свои, опять-таки, да, какие-то свои законы. Вот, и есть что-то первичное, есть что-то вторичное, есть что-то третичное, но это не говорит о том, что что-то первичное главнее всех других. Все главное, но если вы, это я к вам обращаюсь уже, да, когда я вас обучала этим направлением, вот, то есть что-то в нашем теле первичное, от которого все дальше начинает строиться. Если этого первичного нет, то приходит смерть. То есть у нас в первую очередь, как бы ни крутили там сердечный ритм, мы будем измерять, но без дыхания нет жизни. И для того, чтобы запустился жизненный механизм, мы, когда рождаемся, в первую очередь, нет вдоха, ребенок умер. И это очень важно, нужно понять, что дыхание это самый главный, самый главный, как сказать, механизм, запускающий все остальные процессы. Но именно дыхание является самым сложным механизмом, потому что это не отдельно легкие, не отдельно диафрагмы, не отдельно бронхи, не отдельно что-то. А на самом деле дыхание запускает, вот, первый вдох запускает всю механику нашего тела. Дыхание это на уровне легкие, естественно легкие. Но это грудная клетка, это каждая клетка в отдельности, это каждый орган в отдельности. И в том числе уже как-то, ну, я говорила на семинарах, но я просто сейчас повторюсь, да, что очень часто бывают проблемы, допустим, мало что кто знает, ну, легкие, понятно, легкие дыхания, да. Мало кто знает, что почки перестают хорошо работать, если нарушено дыхание, нарушена биодинамика грудной клетки, и таким образом почки находятся как в зажатом таком состоянии, вот. И дальше происходят какие-то процессы, которые уже приводят к каким-то серьезным нарушениям работы почек. И один из самых прекрасных вообще моментов, когда приходит человек, и он вообще даже о почках этих, о своих, уже думает, что все, уже ничего нельзя там сделать, вот, мы восстанавливаем, первое, что делаем, восстанавливаем деспираторное дыхание, он приходит счастливый и говорит, вы знаете, у меня заработали почки, у меня там что-то там стало, в общем, перечисление, я смеюсь, говорит, это бонус. Вот, очень важен бонус, да, Витя? Вот, и человек даже не думал, что бонус, потом раз, он говорит, ну, я на четвертый газ залетел, прям вообще, и ноги не болели. Это бонус к респираторному дыханию, восстановлению респираторного дыхания. Поэтому вот я тут как раз объясняю немножечко, чтобы это было понятно относительно нас, и если вы будете потом читать эту статью, то чтобы понятно было, каким образом вообще это вот сложное объяснение касается напрямую вас, и как вам попроще это объяснять вашим клиентам, тем, кто к вам приходит. И далее, значит, между этим как бы вот есть, будем так, ограничения, есть здоровье и есть нездоровье. И мы всегда чувствуем, когда мы переступаем через этот рубеж. Вот, нездоровье это в первую очередь тогда, когда мы себя начинаем чувствовать, вот, кстати, когда этот рубеж наступает? Вот всегда вопрос такой. А я не помню, вроде я все было здоровье, все было нормально. Но если люди не замечают этот момент, когда тело, у него терпелка заканчивается, и оно уже начинает работать через силу. Это в первую очередь, когда вы понимаете, что у вас хроническое недосыпание, когда вы просыпаетесь утром, понимаете, что вы не выспались, не отдохнули, и у вас тело все, не знаю, там, иногда, да меня как будто побили. И вот, это уже процесс, когда тело не может самовосстановиться. Это когда в течение дня вы понимаете, что у вас притупляется внимание. Это уже, говорит, тело, тело вам говорит, все, я не могу, сделай что-нибудь, сделай, чтобы я работала нормально. Вот эту вот грань, когда она наступает, мы никогда не замечаем, мы идем дальше по жизни и просто терпим все, что у нас происходит внутри. Значит, очень процесс такой важный, когда вот в восстановлении после стресс-ссоров, да, как тут написано, ну, поздно спал, поздно лег, похмелье, травмы, вот. И это восстановление, оно чаще всего уже сейчас затягивается просто на годы, вот, а быстро тело не может себя восстановить. И вот мы очень часто это не замечаем, как раз об этом вот в первую очередь сейчас, видите, вот статья-то все-таки от умных людей заявляется. Ну, для чего я считаю, что это очень важно, нужно, чтобы все знали. И вот тут вот как раз, в чем ответственность каждого самого за себя. Если вы себя восстановите и поправите свое здоровье, поправите, как это, поможете своему телу справиться с теми трудными задачами, которые оно преодолело, но телу нужно восстановиться. Поэтому тут нужно дальше что? Поработать самому с собой, но и у вас эти знания есть. Это, конечно, биодинамика. Вы знаете, как можно договариваться со своим телом, и вы знаете, что тело не зависит от наших мозгов. Вот хоть и говорят, там мозги первые, мозги первые, но чем больше вы работаете, а у некоторых уже по нескольку лет есть практика, вы понимаете, что мозги вообще, тело, очень часто мозги это двигают в сторону, так отдохните. Если тело, телу такое предоставить, вот есть само восстановление. О чем здесь как раз вот ищут, как бы так сделать-то, а вы это, я счастлива, вы это знаете. Ну, вот еще у меня многое впереди, чего еще нужно вам рассказывать и обучать. Дальше, значит, тут вот говорится о том, что пока молодые, это гомеостатическая емкость возвращается, и возвращает повышенный уровень глюкозы в крови, артиальное давление к нормальным уровням. Да, вот стресс, это повышается адреналин, сахар, потом проходит, это все вот у него тоже самое, да, но тело восстанавливается элементарно. По молодости это легче, по возрастам это становится все сложнее. И почему еще тут? Потому что в теле накапливается все больше и больше внутренних напряжений, связанных с этими стрессовыми историями. Вот, и, конечно же, предлагается очень большое количество всяких таблеточек, которые вроде бы психотрубные и все прочее, вот, но напряжение все равно остается, и восстановление, к сожалению, не наступает. Так вот, хочу теперь сейчас как раз, чтобы вам понятно, да, и вот у нас является вариабельность сердечного ритма, является биомаркером гомеостатической емкости. Что такое вариабельность сердечного ритма? Значит, любой вот такой диагностический процесс, он показывает разные циферки, вы будете сегодня следить и наблюдать за этим, показано будет как раз, как происходит там изменение кардиоритма. Он не так явно виден и так показателен, как энцефалограф, у которого там буквально сколько там, 14 было каналов. Вот, и эти каналы вот вы тоже могли наблюдать, и кто видел там по Ютубу, тоже не Ютуб, мы специально выложили, чтобы было видно, как это происходит. А здесь немножечко другое. И вот давайте мы сейчас с вами, значит, выясним, что это такое. Значит, в любом случае потенциалом называют ту возможность, из которой у нас есть в запасе, вот у нас тело, да, оно живет и живет, происходит вот такой перелет и смена часового пояса. Тело в этот момент использует свой потенциал для своего собственного восстановления. То есть свои возможности, которые есть в нашем организме. И вот эти вот возможности в нашем организме мы иногда можем как раз, я говорю, обесточить, слишком много пользуемся тем, что в запасе, но не пополняем, а пополнять нужно. Естественно, все знают питание, естественно, не все знают, что сон и отдых. И еще очень важно уметь психологически справляться со своими стрессами и уметь снимать последствия стрессовых каких-то своих историй. Вот я бы сказала три основных столпа здоровья и гомеостатического потенциала. Итак, гомеостатический потенциал представляет собой многомерную сеть признаков и действует на всех уровнях биологии, включая молекулярный, клеточный, фидеологический, организмический и системные уровни. Что это значит? Значит, что, во-первых, наше тело состоит из молекул. Каждая молекула имеет свою химическую какую-то составляющую. Каждая молекула работает по законам физики. По этим законам работает все в нашей Вселенной. И, естественно, молекула точно так и все прекрасно. Все знают, что она дышит. Вот она расширяется и сужается. Есть такое, это невидимое глазом, но это движение есть и очень хорошо видно под микроскопом. Не бог есть, какой нужен супер-пупер микроскоп. На самом деле это видно инфузорию туфельку. В биологии, наверное, все могут сейчас помнить, как она живет, и как она дышит, и как она там двигается. И в ней там еще все происходит. Дальше это молекулярные, клеточные, физиологические. Клеточные, по-нему, тоже клетки, да? Физиологические. Это физиологические процессы, которые происходят в нашем теле. Они естественные. Что такое физиологический процесс? Дыхание, то же самое. Это физиологический процесс. Опражнения. Физиологический процесс. Физиологический. Освобождение тела от того, что уже не нужно нашему организму, оно освобождает наше тело от переработанного чего-то. Тот же самый пот, да, вот это вот пот отделение, тоже физиологический процесс. Организменный. Ну, я бы так сказала, что организменный, вот у нас организм в целом, в едином целом, но у нас еще я, ну, это может быть сейчас кто-нибудь медики скажет, что ты не права, но у меня такое восприятие вообще нашего всего организма в целом, что в нашем организме есть еще отдельно взятые органы, да, вот, и это целая система, которая выполняет какую-то свою очень отдельно взятую задачу, но при всем при этом они находят в едином целом организме. То есть как бы есть организменные какие-то системы, которые объединяются, они подчиняются общему единому жизненному ритму, вот, и так далее. И каждый вот этот вот орган внутри, он имеет свое дыхание, свой ритм движения, биоритм, он имеет даже вплоть до того, что свое излучение, он имеет свои характеристики. Очень интересный еще важный момент. В зависимости от нарушения работы какого-то органа у нас меняется характер и настроение. И мало кто знает о том, что каждый орган еще несет за собой определенную эмоциональную составляющую, о которой вот все говорят, что это психика, 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 да, не только психика, у нас органы имеют свое. И вот этот орган, он еще объединяет собой какие-то дальние, ну, еще составляющие. И получается организменная такая сеть. Вот мы же говорим, мочеполовая система, сердечно-сосудистая система, бронхолегочная система, эндокринная система. И все из этих систем, вот там сразу же есть несколько вместе работающих. Вот они все между собой должны, каждая система должна работать хорошо. И любое нарушение в одной системе влечет за собой нарушение во всех. И поэтому тут очень сложный вот этот процесс, который вообще в нашем теле, если тут подумать, какая фантастическая работа происходит в нашем теле. И все это вместе, это все работает. Все это дышит. Все это работает определенным ритмом. И у каждого свой ритм свой. А это все еще туда у нас идет, объединяется командным определенным направлением, ну, какая, командный пункт мозг. Вот мозг что-то делает, а что-то он не может сделать. Это тут уже другая система всех этих взаимосвязей, о которых вот кто-то там открывает новое, как это, местоположение другого мозга. Все еще где этот мозг там. Потому что понимаешь, что вот что-то не есть, что не подчиняется самому именно нашему мозгу, который у нас находится в голове. А еще есть, сейчас, да, у нас есть, что мозг есть в желудке, что мозг есть в кишечнике. Я не удивлюсь, потому что есть мозг в печени, есть мозг. Есть мозг или это что-то другое? Вот это что-то другое пока на грани открытия. И все равно человечество не сможет это объяснить, потому что тут я уже вам сказала, что эмоции, характер, настроение, все зависит от состояния какого-то отдельно взятого органа. Поэтому это сложнейшая система, и делить ее лучше не нужно. А понять ее вот именно как целостную. И все эти вот дальше, значит, цель премии вот этой вот в качестве биомаркера гомеостатической емкости была выбрана вариабельность сердечного ритма. Подобно многим областям, область вариабельно-сердечного ритма не лишена, естественно, противоречий с различными точками зрения. Но с положительной стороны, вариабельность сердечного ритма представляет собой интригующий биомаркер для гомеостатической способности по следующим причинам. Итак, вариабельность сердечного ритма. Показатель вегетативной функции сердца является прокси для функции вегетативной нервной системы, одной из фундаментальных физиологических систем, управляющей гомеостазом организма. Но вегетативная нервная система известна. Есть симпатическая и парасимпатическая. Вот как раз воздействие на симпатическую и парасимпатическую – это за грани вообще понимания, как туда дойти. Когда вы работаете, происходит у нас как раз здесь показатели, что происходит изменение как раз вегетативной системе и парасимпатической системе. Поэтому как раз в ваших руках появился инструмент, которым вы еще не очень пользуетесь, но все-таки будете улучшать свою работу, который именно напрямую работает с вегетативной системой. Чего, скажу так, что в принципе в мировом сообществе этого неизвестно. Как снять внутреннее напряжение? Это, в первую очередь, парасимпатическая система. И вы точно знаете, что под вашими руками происходит это. Особенно вы это чувствуете, когда вы лежите на столе и с вами работаете. Далее. Вариабельность сердечного ритма. Можно измерить неинвазивно и безопасно, используя неинвазивно, то есть без уколов, и безопасно. Используя разнообразный массив инструментов, используя как раз с небольшой стоимостью затратный. Вот прибор этот. Этот прибор у нас российского производства. Санкт-Петербург. Инструменты измерения вариабельности сердечного ритма, в том числе, доступны для персональных, уже на персональных мобильных устройствах, и имеют глобальную сеть, тогда у многих есть по всему миру. Так, вегетативная дисфункция, оцениванная по вариабельности сердечного ритма, связана с комплексом заливаний, с изобреваний, связанных со старением. Вот это они уже констатируют факт, потому что чем старше человек, тем хуже ему работает сердечно-сосудистая система. То есть получается так, как бы самая-самая такая система, которая в первую очередь, наверное, так приобретает какие-то нарушения, и тем самым оно быстрее стареет. Это сердечно-сосудистая система. Я так потом это отмечу, я на это вернусь. Уже отмечено, что улучшение вариабельности сердечного ритма, терапия, которая направлена на улучшение, улучшает выздоровление, а в том числе, значит, уменьшается уровень смертности, улучшается долговечность, долгожительство, да. Дальше это, естественно, улучшит у человека сон, и в том числе люди отказываются от курения и уменьшают свою калорийность питания. Вот, то есть это, в принципе, все это вроде бы влияет на вариабельности, в том числе, когда сердце восстанавливается, то у человека все восстанавливается. Дальше, значит, естественно, хронический стресс, который, как было показано, усугубляет болезни старения, да, и увеличивает смертность, сокращает продолжительность жизни. Именно болезни и стресс снижают вариабельность сердечного ритма. И изменение вариабельности сердечного ритма с помощью непрерывного фитального скальп-молитуринга использую для прогнозирования фитального достресса и риска смертности с 1965 года. Что такое фитального? В односисти к плоду. То есть я в лотулок. А, ты же в лоткаках, да. Ну вот она же не лотулок. Я точно знаю, что она знает. Я не знаю. И, короче, получается, что это буквально исследование проводится уже с внутриутробного развития ребёнка, плода. Да? Итак. Значит, далее тут у нас рассказывается очень интересные всякие точности. Но я всё-таки... Дальше вы ещё сами почитаете. Вот. А я хочу сказать вот про это. Вегетативная дисфункция оценивается по вариабельности сердечного ритма. связана с комплексом заболеваний, связанных со старением. Значит, в первую очередь это сердечно-сосудистая система. Сердечно-сосудистая система всегда в первую... Самое главное, что у нас реагирует на внешние психоэмоциональные факторы. Поэтому она, естественно, всегда бучаще отвечает защитным рефлексам, которые у нас есть в нашем организме. Это из ваших лекций. Если вы вспомните, да, чем реагируем мы как защитная вот функция такая организма на внешний факторе. Напряжение. Поэтому сердце у нас и что реагирует? Ой, что-то там произошло, сердце сжало, что это напряжение. А звонок в дверь, ой, кто это там? Даже вот просто не знаешь, а уже это напряжение. Ждешь звонка и вдруг неожиданный звонок. Я уже не говорю про серьезные какие-то там стрессы. А так даже вот мимолетные, легкие. Вот это вот каждый раз в первую очередь что у нас реагирует? Сердце напряжением. Волнение напряжение, ожидание напряжения, но экзамен тем более напряжение. И как раз поэтому-то и является, что у нас показатель сердца как один из самых таких органов, которые быстрее стареют. И померь того, как там появляется напряжение. Я хочу просто объяснить вам дальше. Так. Сердце реагирует быстрее на какие-то эмоции, но в то же время она уже не так же, как раньше в детстве. В детстве ничего не щемило, не жало. Прыг, бежишь, счастливый, радостный. А постепенно вы в какой-то момент начинаете чувствовать, что вот оно там, войс сжало. Но там уже есть система и сеть напряжений, которая уже за годы там появилась. И тут вы их только начинаете чувствовать. Но они присутствуют. И, естественно, тогда вы уже быстрее реагируете ощущениями, болезненными на любое какое-то проявление изумия. И как только снимается напряжение с сердечно-сосудистой, подчеркиваю, это не только одно сердце, это сосуды, то же самое. Да, вот у нас в коридоре как раз и есть. Как снимается напряжение с сосудистой системы, и видно там буквально за 10-15 минут увеличивается на полтора миллиметра, увеличивается проход в сосудах. Это не сказка, не фантастика, вон у нас, пожалуйста. Это как раз тоже результаты определенных исследований. Поэтому, и вариабельность дальше, что у нас. Если оно более напряжено, значит, оно сердце, пока правильное, сердце сердечно-сосудистое, и сосуды тоже. Если есть напряжение, то оно уже не может, сначала оно может там вообще радоваться. Вау, прекрасно, там все, да, все свободно. Постепенно одно, другое, пятое, десятое, и вот вы уже чувствуете, что оно уже не очень свободно. А дальше звонок в дверь, и уже определенное ощущение щемит. Сердце не будет уже свободно так двигаться, у него есть ограничение подвижности. Значит, что, если вот эта вот вариабельность большая, движение разное, на радость, грусть, ничего страшного. А вот когда уже есть внутреннее напряжение, то что, вариабельность подвижности меняется, ритма меняется. Так ведь? Если тут ритм такой, а короче, что он будет, он уже будет чаще. Поэтому получается, что к старости и пульс меняется, он становится чаще, и быстрее, чем, допустим, в детстве или в молодости. Это уже, это опять-таки ритм сердечный. И кроме всего прочего, еще там есть, у нас работает желудочек, работает там, два желудочка, вот отделы сердца. Там тоже есть свои вот эти вот ритмы, и когда между ними происходит дисгармония, там уже процессы, конечно же, нарушения. Есть еще аорта, которая идет от сердца, которая проходит вот у нас тут, как раз мы в животе будем говорить, да? Вот. И аортальный стеноз чаще всего развивается у людей на фоне многих каких-то страхов. И никто не думает, что вообще-то сердце, работа сердца нарушена в первую очередь от того, что есть диафрагмальный спазм и есть вот это вот напряжение в этой зоне. И там аорта не совсем, она тоже должна свободно так работать, а когда она, был страх не на жизнь, а на смерть, да? Вот этот вот спазм остался, там если было еще и неоднократно, множественно, то тогда в таком случае получается, что сначала человек даже может чувствовать работу, болит, что болит живот, где-то то ли желудок, то ли чего, а выясняется, что у него оказывается проблема с сердцем. Это очень известный факт всем практически, людям, врачам, которые особенно работают на скорой. Вот. И таким образом вот это все у нас все появляется все больше и больше ограничений в подвижности движения и естественно нарушается ритм. Он может нарушаться, может уменьшиться, да? Понятно? Что это такое? А когда мы снимаем напряжение с грудной тоже клетки, вдох есть, уже сердцу побольше есть место работать, но и сердце тоже, сердечное, вот этой вот всей системы тоже происходит снятие напряжения. И тут могут спросить, как вы снимаете напряжение, что вы делаете? А мы делаем посредством чисто ручек. Я чисто своими руками слушаю внимательно, чувствую внимательно тело клиента и следую за тем ритмом, которым работает тело, дышит тело. Получается, мы сопровождаем тело, сопровождаем его ритмы в первую очередь, первичное дыхание, какое респираторное, но при всем при этом руки вот как раз у нас, они имеют свое определенное качество, свое качество. И каждое место, с которым работаем, работаем, вот работаем мы теперь, вы тоже, да, каждое место требует определенное качество рук. Что это такое? А это совершенно, совершенно разные качества. Если вы сейчас, опять-таки, да, трогаем плечо, вот оно, качество одной руки, а переделаете в другое место, а тут уже по-другому руках, одинаково, нет? И у вас руки везде работают с другим качеством. Но это не значит, что вот так, как вы положили свою руку на свою руку, вот с этим качеством в этой зоне вы и работаете. Нет. Тут оказалась очень сложная система, которую я очень, ну, опять-таки, на себе, в первую очередь, хотелось очень жить, выжить, вернуться с того света. Я оживляла свое тело и поняла, что каждая зона тела требует от себя определенные качества рук. Вот. И самая большая сложная задача у меня была определить это состояние и дать вам объяснение, чтобы у вас это получалось в руках. До, чтобы это дошло до такой степени, чтобы вы это делали уже на уровне автомата, автоматически, не задумываясь. Я же тоже делаю, да, так, но я уже не задумываюсь. Вначале вы задумывались, а теперь вы уже тоже, у вас у многих это получается буквально вот на автоматик. То есть тело настолько вы отпустили, потому что тело это может делать, а мешали мозги. Вот. И когда вы начали доверять своему телу, у вас, естественно, стало эффективнее и качественнее получаться ваша работа. Вот. И, значит, что вы сейчас как раз будете делать? У вас будет, мы сейчас жеребьевку сделаем, вот, вы поделитесь на пары, и далее, вот, кто-то ложится на стол, и это ставится на руки, на ноги, и дальше вы работаете, и, значит, у нас что там дальше, все, что там происходит, будет у вас вот здесь вот показываться, и потом в конечном итоге Анастасия Валерьевна покажет вам, что из всего этого решит прибор. Прибор сам делает подсчеты, которые там происходят, хотя можно это сделать заручную, но автоматический подсчет этот идет. Итак, ну и вам, конечно, будет в любом случае это интересно, потому что все будет происходить у вас на ваших глазах, вот, а еще самое главное, теперь вы прекрасно, вот, теперь вы знаете, что оказывается в мире, сейчас идет вот такой приз за гомеостатическую работоспособность и за это все сделано, чтобы люди не старели, как бы найти, чтобы вот оно там было меньше старения происходило в теле, и все прочее, вот, и что вы на самом деле как раз делаете то, чего они ищут, пусть ищут. Вот, и, да, можно, только хотел сказать, если хочется что-то дополнить. Маленькую такую ремарку, когда начали изучать этот метод, да, выявление сердечного ритма, решили обследовать, понять вообще, где нормативы, как бы, что является нормой, что не нормой, и начали обследовать людей разных возрастов, провели исследования на многих тысячах людей и разделили их на возрастные категории 20-25, 25-30, ну и так далее, да, и для каждого возраста определили свою норму, ну, как условно, да, биологический возраст. А что, и, соответственно, за что, собственно, пристание дается, то, что вот, к примеру, вариабельность сердечного ритма соответствует 65-ти годам, да, у этого человека, мы берем, делаем его 25-ти летним. Да, а я могу вам сказать, что очень часто бывает, если он лежит на столе 30-ти летний, у него вариабельность, не шучу, 75-ти летнего, а как сделать, чтобы эта вариабельность стала у него даже не на 30-ти, а на 25-ти? Это можно, и это происходит, и вот я 100% знаю, что, несмотря на то, что вы уже, в принципе, уже все вы работали со своим телом, это у вас уже тела, не те, которые пришли первый раз и на первый там сеанс, да, вы уже работали со своими телами, но даже при том, при всем, при том, что вы работали со своими телами, изменения сейчас будут, и они будут улучшаться и улучшаться.